Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Гарри Поттер и Философский камень. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали первую часть главы, которая называется «Косой переулок». Сегодня нас ждет вторая часть этой главы. Ну что, поехали! Гарри вышел на сколу вслед за Хагридом. Небо было честным и море поблескило в лучах солнца. Лодка, которую арендовал дядя Вельнан, все еще была здесь, но после урагана она была залита водой. А как ты сюда попал? Гарри оглянулся, но другой лодки так и не увидел. Прилетел, ответил Хагрид. Прилетел? Да, не будем об этом. Теперь, когда ты со мной, мне нельзя чудеса творить. Они уселись в лодку, а Гарри продолжал внимательно разглядывать Хагрида, пытаясь представить его летящим. Хотя, да, если по правде глупо было бы грести самому, Хагрид покосился на Гарри. Если я сделаю так, чтобы мы побыстрее поплыли, ты ведь никому в холоде не расскажешь. Конечно, нет, выпалил Гарри, которому не терпелось видеть что-нибудь магическое. Хагрид вытащил свой розовый солнце, дважды стыкнул его обои от лодки, и та помчалась. А почему только сумасшедший может попытаться грабить Грингоц, поинтересовался Гарри. Заклинание, половство, ответил Хагрид, разворачивая газету. Говорят, что там у них самые секретные сейфы, драконы охраняют. И к тому же, откуда еще выбраться надо? Грингоц глубоко под землей находится, сотни миль под Лондоном. Чуешь, глубже, чем метро. Даже если повезет грабит или площадь, у него украшет что-нибудь, он с голоду помрет, пока оттуда выбрется, да. Гарри сидел и думал об услышанном. Хагрид читал газету, которая называлась «Ежедневный пророк». Гарри помнил, как дядя Фермен подтвердил, что когда человек читает газету, он не любит, чтобы ему мешали. Но сейчас оставить Хагрид в покое было нелегко, потому что никогда в жизни Гарри не хотелось задать столько вопросов. Ну вот, Министерство магии опять дров наломало, прогромотал Хагрид, превращивая страницу. «А что такое Министерство?» – спросил Гарри, позабыв, что мешать читающему газету не следует. Есть, есть, извините, Хагрид. Сначала хотели, чтобы Дамблдер министром стал, но никогда Хагрид не оставит его как. Так что в министр старый Корнелиус Фадж пошел, а хуже его не найдешь. Он теперь каждое утро к Дамблдер руссов посылает за советами. А чем занимается Министерство магии? Ну и главное работать, чтобы люди не догадались, что в стране на каждом углу волшебники живут. Почему? Почему? Да ты чё, Гарри? Все сразу захотят волшебством свои проблемы решить. Это точно. Не лучше, чтобы нас не знали. В этот момент лодка мягко стукнула со стену причала. Хагрид сложил газету, и они поднялись по каменным ступеням и оказались на улице. Пока они шли к станции, жители маленького Харрика все глаза смотрели на Хагрид. Хагрид прекрасно понимал. Дело даже не в том, что Хагрид был вдвое выше обычного человека. Он еще и всю дорогу тыкал пальцем в самые простые на взгляд Харри предметы вроде парковочных счетчиков и громко восклицал. Ну дела, Хагрид. И чего эти магы только не придумывают. Хагрид произнес Хагрид, немного запыхавшись, потому что ему было нелегко поспевать за Хагридом. Ты сказал, что в Хрингаце есть драконы. Ну, так говорят, ответил Хагрид. Хотел бы я иметь дракона? Ты хотел бы иметь дракона? Всегда хотел, еще когда маленьким совсем был. Все, пришли мы. Они были на станции. Поезд Фонтан отходил через пять минут. Хагрид заявил, что ничего не понимает в деньгах магов, и сунул Гарри несколько купюр, чтобы тот купил билеты. В поезде на них глазели еще больше, чем на улицах. Хагрид занял сразу два сиденья и начал вязать нечто похожее на шатерка на речного цвета, вроде тех, где устраивают представления циркачи. Обессмотрел тебя с собой, Гарри, спросил он, считая петли. Гарри вытащил из кармана пергаментный конверт. Отлично, сказал Хагрид. Там есть список всего того, что для школы нужно. Хагрид развернул второй лесок маги, который не заметил вчера, и начал читать. Ну вот и все. Мы прочитали вторую часть главы, которая называется Косой переулок. В следующей серии начнут третья часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимуи 11 ТВ. Всем пока!